Татьяна Комарова Наше видео будет немного необычным А спровоцировало нас на такое вот видео Некоторые комментарии Да, просто мы под одним из наших израильских видео Наткнулись на такой удивительный комментарий И надо сказать, что это как бы не единичный случай Вот такая тенденция есть Комментарии такие, типа Я имела неосторожность сказать, что в Израиле Все не так уж дорого, что в принципе Цены похожие на наши Вот об этом, кстати, и поговорим В ответ какой-то ушат ненависти, да, просто Полин? Да, просто я запомнила Практически слово в слово я запомнила комментарий Вы даже можете посмотреть, я его специально не удалила И написано, типа, где так же, как у нас В три раза все дороже Сидите там у себя в Москве Ну, как слово сказать, мы не сидим в Москве Мы сидим в Москве Это не важно В квартирах с евроремонтами Жрете лучшие куски Ездите по всему миру Ну и дальше оскорбления И мы решили сравнить цены, допустим, в Израиле Вот для путешественника Сравнить, мы будем говорить только то, что мы знаем Да, ну что увидел, допустим, турист Ну вот цены, допустим, какие-то средние цены Израиля И цены мы не можем о Москве пока ничего сказать Но в Москве, кстати, повыше цены, чем у нас И цены в Киеве Да, и цены в Киеве, я думаю, что это будет интересно И путешественникам, которые путешествуют бюджетно Потому что есть такой миф Израиль намного дороже везде, чем в Европе Отели дороже, да? Отели сильно дороже, это правда Отели начинаются вот среднюю стоимость от 100 евро А обо всем остальном, о зарплатах у нас и в Израиле О ценах, вот как бы, как это все сопоставить Вот об этом поговорим Давайте договоримся так, что вот все деньги будем считать в долларах Потому что там у нас в Украине гривны, в России рубли, в Израиле шекели Ну, запутаться можно Вот мы посчитались, Наташа, вот мы работаем в театре Ну вот средняя зарплата, вот средняя, 285 долларов Да, 285 долларов берем Вот допустим, вот средняя оплата коммунальных услуг При том, что будем считать, что квартира своя, что мы снимаем квартиру Вот средняя коммуналка, ну вот сколько? Ну, около 100 долларов зимой Ну, конечно, летом, когда отключают отопление, конечно, меньше Зимой сейчас очень выросли цены именно за отопление Получается, ну вот я лично, у меня обычная средняя квартира Три комнаты, такая пост-хрущевка Вот я плачу, ну, за все про все, около, ну вот, 100 долларов Ну, 100 долларов считайте Получается, отнимаем 280, чем потом, долларов Отнимаем 100 долларов И остается 180 долларов Это я к чему сейчас говорю Потому что у меня... 185 185 Класс Хотела бы, конечно, жить возле моря Мои друзья, которые уехали в Киев на новогодние праздники Разрешили мне остановиться у них Вот в такой вот квартирке Вы знаете, какой-то кайф чувствовать себя Вот как будто ты местный житель Как будто ты живешь в Израиле Заходишь в парадную Открываешь дверь ключом Здорово В ближайшие шесть дней я проведу В этой квартирке моих друзей Почувствую себя местным жителем Ну, оплата съемок квартиры Ну, как мне друзья рассказали Это где-то в среднем Ну, вот средняя такая квартирка Это 1000 долларов в месяц Но я вам хочу сказать, что и зарплаты, конечно, другие Несопоставимые с нашими То есть, если здесь человек работает Вот он может себе позволить и снимать квартиру И оплачивать коммунальные услуги Коммунальные услуги Это отдельно Это не входит в эту 1000 долларов Это 250 шекелей Вот Наташа в эту свою поездку в Израиль Близко очень общалась С нашими друзьями Вот они у нас работали в театре Сейчас уже 17 лет живут в Израиле Зуя, я тебе хочу сказать Зарплата, разница У нас все будет один человек работать И пять человек будут кормить А не будут пять человек Остальные на пакет Смотри, у меня Саша получает 8500 На руки То есть, на доллары это 2,5? Да Вот мы стараемся из этих денег Но вы из этих денег платите за квартиру? Мы платим за квартиру Штуку? Доллара? Ну, 3 800 Больше штуки, немножко 3 800 Мы платим за квартиру Мы платим за армону Это 1000 Армон на что это? Это за землю, на которой стоит дом А, еще за землю? Да Мы платим за свет, за газ, за воду Интернет? Электричество Интернет дешевый Интернет, да 160 лет То есть, у них безумно все-таки Дорогой этот съем квартиры Да Конечно Это обычная скромная квартира Это не тоже там какие-то роскошные апартаменты Это очень скромная квартира Да И мы не делаем статистический анализ жизни в Израиле Мы говорим вот о конкретных примерах Вот к чему мы сейчас это все говорим Что у нас, если бы Саша, например, работал у нас на такой же работе И у него было, кроме него, еще 4 человека, которые нужно прокормить Я думаю, что они бы просто бедствовали Вот я так считаю Ну, наверное, скорее всего, что так Но даже если вы с нами не согласны, вы все равно подпишитесь на наш канал Потому что в следующем видео В следующем видео мы вернемся к Яфа Мы вам покажем старый город Яфа Там куча всего есть интересного И ставьте лайки Потому что это нас мотивирует делать видео еще лучше Подписывайтесь Наташ, ну ты вот любишь путешествовать бюджетно А вот все же, помнишь, когда ты уезжала, тебе говорили, что в Израиле все страшно дорого Что просто цены на продукты – это вообще какой-то кошмар Но это правда? Вот как тебе удавалось там выкрутиться? О ценах О ценах вот в Батьяме Только что я купила вот такой вот йогурт Ну, я так понимаю, это такой а-ля греческий йогурт Он без наполнителей Не сладкий И второй йогурт Ну, на вечер, на утро, не знаю, посмотрим Он ананасовый Все вместе это 22 шекеля Делю на 3,5 Но я считаю плохо, поделите сами И вы получите сумму в долларах 22 шекеля на 3,5 Будет вам цена в долларах Потом Вот это вот Вот это вот вино Гранатовое, которое я уже полюбила Потому что оно реально вкусное Оно полусухое Оно израильское Оно стоит 40 шекелей Опять-таки на 3,5 Получите цену в долларах Хочу сказать, что вот по моему опыту В принципе, так же, как в Европе Ну, вот помнишь, вот в Греции, в Италии Вот сколько стоит средняя бутылка вина? Вот сколько мы покупали? Ну, такая средняя Можно, конечно, и за 100 евро купить Но, в принципе, такая средняя приличная вина Ну, 5-7 евро 5-7 евро Вот в Израиле точно так же Йогурты где-то в среднем Ну, вот 3 доллара, 2 доллара Ну, тоже там 2,5 евро Ну, то есть, получается, 3 доллара Практически так же, как и в Европе Это, ну, я бы вот для себя сделала такой Что смотря, с чем сравнивать Если сравнивать Израиль с Юго-Восточной Азией Конечно, мега дорого Если сравнивать с Европой Ну, примерно так же Так же? Ну, вот в Турции, не знаем, в Турции, что это Европа или Азия В Турции дешевле, конечно, все сильно Обратила, не обращала вы маме на сети Агурцы без пупырышков Нет, я курсула Агурцы, агурцы всегда без пупырышков Они, там существует такая-то, такая специальная машинка Они снимают это все Ну, я не знаю, может... Ну, как клубника рассказывали вы, да? Клубника растет, да Клубника растет, да И пролазят вот эти вот штучки Да, они накрывают пленкой поле Потом прорезывают дырочку И дырочку сажают уже сам кустик И поэтому клубника растет прямо на пленке И она вся чистая Да, кстати, оно сладкое все очень Клубника сладкая очень просто Дыня вообще нереальная То есть мне рассказывали про египетскую дыню Про итальянскую дыню Вот это вот самое крутое дыню Которую я ела в жизни вообще Самое крутое Старый, добрый джентоник, брендикола Все как надо Киевский тортик вот Ждет своего часа Веселый человек Очень говорил, что вежливые люди И Саша, и Зоя привет Зои передавал Мы уже второй раз зашли в этот магазинчик О, эта картошка красивая С Новым Годом! Покупочки на новогодний стол Вот майонезик Там еще селедочка Зелень Картошечка Сейчас заглянем сюда Посмотрим, что здесь Ну, сладости Соль Яйца Ну, как же Оливье Святое дело в Новый Год Про уличную еду Вот шварма в Израиле Стоит 25 шекелей Это где-то 7 долларов Ну и 10-15 центов У нас это значительно дешевле До 2 долларов Там доллар 70, доллар 80 Стоит шаурма Ну, в общем, суть та же Что у нас действительно намного дешевле Просто в разы Это проезд в транспорте Абсолютно в любом Но в Украине, по-моему, вообще один из самых дешевых проездов Просто дешевле, я не знаю, не видела нигде В России, кстати, намного дороже Вот, ну и сигареты, конечно, тоже намного дешевле Поэтому, если вы едете в Израиль И у вас там друзья привозят им сигареты Ну, если они курят, конечно Но вообще, курить здоровье вредит Вот, ну еще, ну, по поводу все-таки Вот средняя зарплата Вот работника нашего театра Среднего работника Средняя зарплата 285 долларов Допустим, 100 долларов зимой он заплатил коммуналку У него осталось 185 долларов Ну, вот сейчас вы увидите в цены Сейчас мы пойдем в магазин Покажем вам средние цены Вот на продукты у нас И вот какая-то будет жизнь На 185 долларов Что вы сможете купить? Ну, сейчас посмотрите Мы не делаем никаких выводов Вы делаете выводы Пишите нам комментарии Мы вам просто показываем Все как есть И высказываем свое мнение, наверное Ну, вот бананы у нас стоят 37,99 гривен Ну, то есть 38 гривен Доллары, если посчитать доллары Мы посчитали Это килограмм бананов будет стоить 1 доллар 10 центов 1 доллар 30 центов 35 даже Извините, 1 доллар 35 центов Это важно Сейчас цену покажем Боже, ребята, ну вот кошмар Цены растут просто день ото дня Мандарины были дешевле Вот сейчас килограмм мандарин Ну, мандарины испанские, кстати Грузинских я тут не вижу Стоят 2 доллара 10 центов Раньше это было чуть больше доллара Огурчики у нас, конечно, кусаются 77 гривен Ну, чтобы было, ну, понятно Ну, в общем, 28 гривен Это 1 доллар Угу Ну, это такие, конечно, дорогие овищи Кошмар, картошка уже, боже Давно не покупала просто картошки Потому что дома на балконе мешок стоит Вот картошка уже 32 цента Ну, вы не смейтесь Она просто еще недавно Она была 15 центов Буквально неделю назад Ну, и вот, похоже, йогурт На тот, который я покупала в Израиле Это греческий йогурт И он стоит Ну, если так Сопоставить объем То это получится 2 доллара В Израиле Такой же йогурт стоит 3 доллара Ну, сравнивайте А вот такой вот йогурт Это отечественный йогурт Если бы это было 500 грамм Это бы стоило тоже где-то 2 доллара А вот я обычно покупаю Вот такой вот йогурт Который стоит меньше 1 доллара Но здесь у нас сколько? 2,5% И здесь у нас 350 грамм Ну, вот от 2 долларов Здесь у нас вино До 10 долларов Это мы смотрим сейчас Отечественные вина Да, импортные дороже А это вот цены на мясо В Украине Ну, вот все эти цифры Вы можете просто делить на 28 А это будет цена в долларах А это кости для моей собачки Ну, и правда дорогие Хорошие, покупая говяжьи с мясом Вот они стоят где-то 80 центов Мы очень рады всегда вашим комментариям Но не нужно писать Что вот этот народ хороший Этот народ плохой Я лично это просто все, ну, ненавижу Да, вот эта вот межнациональная фигня Вот как только начинается Как начинаются оскорбления Сразу предупреждаю Что мы будем жестко просто удалять комментарии И просто банить тех людей Которые оскорбляют других людей Будьте, имейте уважение Друг к другу, пожалуйста Но в любом случае Дорогая эта страна Дешевая страна Мне кажется, нужно стремиться путешествовать Нужно стремиться зарабатывать деньги На эти путешествия Так что, чтобы все мы с вами Побольше путешествовали И до новых волнующих встреч И ярких вам путешествий Пока! Пока!